Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! В этом видео мы с вами рассмотрим увлекательную партию, которая была сыграна в рамках матч-турнира названия чемпиона мира, проходившего в 1948 году в Гааге и Москве. В этом поединке сошлись два титана тогдашних шахмат, пятый чемпион мира Макс Эйве и седьмой Василий Смыслов. В этом противостоянии была разыграна Чегоринская система испанской партии. После размена ферзей получился интереснейший легкофигурный эншпиль при закрытом центре. Е4 сыграл Смыслов, Е5, КФ3, КЦ6, СБ5. После А6 С4, КФ6, 2-0. СЕ7 играет Эйве и после Ладья Е1 ставит пешку на Б5. СБ3, Д6, С3. В этой позиции, прежде чем сыграть КА5, черные чаще всего сначала делают рокировку. И уж после А3, предупреждая выход черного слона на Ж4, КА5. И получается основная вариация системы Чегорина. Но Макс Эйве сыграл КА5 сразу, прогнал слона и пошел С5. Д4, Ферзь С7. В этом положении, видный дебютный теоретик Александр Халифман советует продвинуть пешку на А4. Пользуясь тем, что черные еще не сделали рокировку, не соединили Ладьи, поэтому защититься ходом слон Б7 не получается. Но в нашей партии Смыслов сыграл КБД2. И здесь можно было вернуться на рельсы основного варианта Чегоринской системы после 2-0-H3. Но Макс Эйве на ход КБД2 реагирует ходом слон Б7. КНФ1 играет Смыслов, черные размениваются на Д4 и ставят ладью на С8. Макс Эйве пытается сразу же захватить инициативу на ферзевом фланге, чтобы не дать белым с комфортом развить обычную для подобных позиций атаку на короля. Ладья Е2 играет Смыслов, защищая слона. 2-0, КНЖ3, Ладья ФЕ8. В ответ на КНФ5 черные уже готовы разместить слона на Ф8. Б3 играет Смыслов, вот так решая вопрос развития своего чернопольного слона. В то же время прикрывая поле С4 и делая позицию черного коня на А5 не столь уж эффективной. Слон Ф8 играет Эйве, слон Б2, Ж6, прикрывая поле Ф5, ферзь Д2. Слон Ж7, Ладья Ц1. Соперники маневрируют, постепенно находя для своих фигур лучшие позиции. Конь Д7, Ладья Е1, конь Ц6. Слон Б1 играет Смыслов и черный ферзь наконец уходит от противостояния с белой ладьей. Василий Смыслов принимает решение все же закрыть центр ходом Д5 и после КНЕ7 он ставит слона на Ц3. После СЛОН А8, Х4. Черные предупреждают дальнейшее продвижение белой пешки. Слон А5, ферзь Б8. Конь Ф1 и размен на Ц1. Ладья Ц8, Конь Е1. Конь Ц5, играют черные, ферзь Ж5, нападая на другого коня. Король защищает его, ферзь Е3, конь Ж8, ферзь Аш3. Слон А6, Ладья Ц3. Конь Е7 играет Эйвэ и после СЛОН Ц2 ставит коня на Б7, нападая на чернопольного слона. Происходит тотальный размен тяжелых фигур на Ц8. Слон Ц3, уходя из-под боя. Давайте остановимся и оценим. Это довольно редкое окончание с полным набором легких фигур при полном отсутствии тяжелых. У белых очевидное позиционное преимущество. Белопольный слон черных пока занимает очень неудачную позицию. В то же время у белых преимущество в пространстве. Именно их пешка перешла демаркационную линию. Соперники продолжают маневрировать. Конь Ц5 играет Эйвэ, слон Б4, король Е7, Ф3, укрепляя центральную пешку. И тут голландский игросмейстер не находит верной расстановки своих фигур. Ему нужно было сыграть конь Б6 с тем, чтобы перевести коня на Д7, укрепляя коня на Ц5. И перевести своего белопольного слона на Ц8, где он будет расположен активнее. Хотя, конечно, и в этом случае белые сохраняли определенное позиционное преимущество. Но Эйвэ просто придерживается выжидательной тактики и кардинально ничего в своей позиции не меняет. Играет король Д7, белые же ставят коня на Д3. И тут приходится меняться. После хода конь Е7 партия была отложена. Домашний анализ показал, что белые сохраняют весьма неплохие шансы на победу, благодаря все тому же пространственному преимуществу и невозможности черных обрести активную контр-игру. Смыслов после возобновления партии сыграл Ж4. Именно этот ход был записан. Белые действуют очень активно. С одной стороны, они могут закрыть чернопольного слона черных продвижением пешки на Ж5. С другой, атаковать пешку Х5, разменявшись и сыграв конь Ж3. Или сразу сыграть конь Ж3, заставляя черных разменяться на Ж4. Далее белые создают проходную по вертикали Аш. Здесь заслуживал внимания ход слона Ф4. Правда, большого облегчения черным он не приносил. Дело в том, что после хода Ж5 чернопольный слон хоть и оставался в игре, но довольно скоро подвергался размену на белого коня. Слон Б7, король Ф2, защищая поле Ж3. Конь С8, конь Ж3. Черный слон отходит на С1, но после конь Е2, слон Б2 за дело берется белый король. Он становится на Е1, далее на С2 и в конце концов размена слону черных не избежать. Поэтому аж Ж сыграл ЭВ, ФЖ со стороны белых. Как показывают следующие короткие варианты, высвободиться и полностью уравнять позицию черные не могут. Если сыграть Ф5, то белые пойдут Ж5 и после отхода слона сыграют Конь Е3. Белые увеличили свое пространственное преимущество. Все четыре черные фигуры находятся глубоко в своем тылу, в то время как белые имеют очень большую свободу действий. Если же сыграть Ф6, вроде бы предупреждая о продвижении белой пешки на Ж5, то на помощь приходит тактика. Белые все равно играют Ж5, а после ФЖ связывают пешку и следующим ходом забирают на Ж5, отбрасывая черного слона. Поэтому слон С1 сыграл ЭВ, теперь он уже готов сыграть Ф5, не боясь продвижения пешки на Ж5. Но белые все же сразу задвигают эту пешку, имея в виду взятие на проходе. Поэтому продвижение черной пешки Ф теперь невозможно. Слон Б7 играет ЭВ, король Ф2, конь С8, конь Е3, король Е7. Черные хотят перевести коня на Д7, но смысловно ЧКу. Он играет слона 5, предупреждая этот маневр соперника, слона 3. ЭВ переводит слона на Ц5, нападая на коня, защита. Если тут пойти конь Б6, то белые сыграют Х5. И после взятия шах конем, слон Е2, гарантированно отыгрывая пешку и увеличивая пространственное преимущество на королевском фланге. Этот вариант был указан Паулем Керрисом. Поэтому ЭВ, как и раньше, придерживается чисто выжидательной тактики. Он верит в крепость своей позиции и играет король Ф8. Конь С2, король Е7, слон Е2. Если сыграть конь Б6, то белые уже продвигают пешку на Х5, играют король Х4 и начинают выполнение обходного маневра королем. После чего пешка Ф станет слабой. Ну а конечно, если ее продвинуть на одно поле вперед, то белые не меняются, а создают проходную ходом Ж5-Ж6. Поэтому Эйв играет конь А7. Он никак не может занять своими фигурами хорошие поля и вынужден копошиться в собственном тылу. Пространства становится все меньше. Слон А5 играет смыслов, имея в виду ход Б4. Внезапно стоящий на Ц5 черный слон оказывается под угрозой, поэтому приходится возвращаться конем на Ц8, освобождая поле А7 для слона. Слон Ж4, Ф6 играет Эйв, слон Е6. Белые начинают проникать в лагерь соперника и после размена на Ж5 чисто выжидательная тактика уже не проходит. Если пойти король Е8, то белые сначала отходят слоном и ставят своего слона на С7. Тут черные оказываются в цукцванге. Если отойти слоном с Ц5, то белый конь проникает сначала на Б4, а затем уже и на Ц6. Белые получают очень сильную проходную, которая в конце концов даст им победу. Если же после слона Ц7 черные играют конь Б6, то Б4 и нужно отходить Аж на Ж1. А здесь слона встречает белый король, но конь А8. Простой слон Д6 с шахом, король бьет Ж1, дает белым лишнюю пешку и несложный выигрыш. Поэтому Эйв сразу сыграл конь Б6, но в ответ получил, конечно, Б4. Если тут сыграть слон Ж1, то после король Ж2 черного слона не спасти. Поэтому конь Ц4 сыграл Макс Эйвэ, произошел размен легких фигур, пешек и после слона Ф7 белые выигрывают пешку Ж. Партия решена. Конь Ц4 играет Эйвэ, взяли А5, король Ж4, Б4. Черные пытаются создать свою проходную на ферзевом фланге, но у белых очень мощная пешка Ж, которая поддержана фигурами. А также вторая, защищенная проходная пешка Д, которая также, в случае чего, может двинуться вперед. Слон Ф5 играет Смыслов, это 61-й ход затяжной партии. Король Е7, слон Е6, конь Д6, атакуя пешку Е4, но конь Е3. Если черные сыграют А4, то после конь Ф5 взяли, забрали, у белых уже три проходные пешки. Б3, шах, король Д6, Ф7, король Е7, Д6 и белые первыми ставят на доску ферзя, выигрывая партию. Поэтому конь бьет Е4, сыграл Эйвэ, но здесь король Ф5, двойной удар, шах, забираем, еще один шах, белые отошли на Ф4. Конь Д8 играет Эйвэ, нападая на слона, но шахом Смыслов отбрасывает короля соперника и играет Ж6 с угрозой Ж7. Приходится бить слона, но облегчение это черным не приносит. Взятие, теперь у белых уже две пешки, поддержанные конем, А4 и здесь еще и король Е5. Это 70-й ход партии, после которого Макс Эйвэ сдался. Белые просто ставят на Ф6 короля и пешки идут вперед. Замечательное примечание к этому поединку дает Пауль Керрис. Большого внимания заслуживает Эншпиль этой партии, проигранной черными без бросающихся в глаза ошибок в почти равном исходном положении. Это является наглядным свидетельством опасностей, которые влечет за собой даже в простых позициях глубоко пассивная защита. Смыслов прекрасно использовал предоставившиеся ему возможности и уверенно выиграл Эншпиль, не давая противнику никаких контр-шансов. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok